Мы все любим путешествовать, но согласитесь, что когда путешествуем, необходимо позаботиться о безопасности, прежде всего финансовой, потому что очень неприятная ситуация может возникнуть, если вы останетесь вдруг далеко от дома и совсем-совсем без денег, когда нет никого знакомых, вообще нет никого близко рядом, кто может помочь, а вы без денег. Поэтому об этом, конечно, надо позаботиться и об этом сегодняшнее видео. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, финансовая безопасность в путешествиях. Ну, почему это важно, я уже объяснил, потому что, когда мы путешествуем, ну, во-первых, у нас стресс, конечно, много новых людей, из них очень немного знакомых, поэтому, если мы оказались без денег, то это очень плохо. И что может случиться? Смотрите, ну, прежде всего, ну, когда мы путешествуем, мы много, так сказать, смотрим на разные вещи, отвлекаемся и так далее, мы в незнакомом месте, и все деньги у нас, ну, где-то с собой, правильно? Потому что нет постоянного места жительства, где можно их под матрас засунуть или там куда-то еще, поэтому это очень-очень важно обеспечить. Ну, многие считают, что самое лучшее – это наличные деньги, но наличные деньги с таким же успехом могут украсть, и это традиционно и неинтересно, во-первых. Во-вторых, наличные деньги, когда мы за границей, их надо конвертировать как-то постоянно, далеко не всегда можно найти обменник, ну, скажем, в Китае в каком-нибудь там, просто наличные доллары никто не меняет. Ну, я столкнулся с такой ситуацией, когда, ну, наличные доллары можно менять только в государственном банке, и все, больше нигде, а иначе там преступление. Вот, то есть наличные мне совсем-совсем не нравятся, мне нравятся карточки, но с карточками тоже очень интересная ситуация. Смотрите, вот, скажем, у вас есть карточка, которой вы постоянно расплачиваетесь в путешествиях. Так, когда мы расплачиваемся в путешествии, то проследите, пожалуйста, за тем, чтобы карточка ни в коем случае не попадала кому-то в руки, в чужие руки. То есть не надо ее отдавать кому-то в руки. То есть вы, если вот здесь вот стоят такие значки волны, вы можете просто прикладыванием, но когда вы расплачиваетесь прикладыванием, вот эта технология NFC, это значит, что если у вас кто-то слямзил эту карточку, то он с таким же успехом будет также прикладывать и расплачиваться. Ну, то есть это очень удобная штука, но здесь нет большой защиты, поэтому вот эта технология прикладывания, она работает только на небольшие суммы. То есть если у вас даже украли деньги, то у вас могут снять много раз по 1000 рублей, но не больше, вот, чем 1000 рублей за раз. А предполагается, что вы за это время успеете заблокировать карту. Ну вот, то есть смотрите, прикладывание это немножечко, ну, снижает безопасность, конечно, но зато это очень-очень удобно. Многие считают, что очень удобно прикладывать телефон в телефон, все карточки вносят, но телефон с таким же успехом могут либо украсть, либо вы его можете потерять. Я, в общем сказать, телефоном не пользуюсь в этом смысле, то есть я не фанат этого, я пользуюсь карточками традиционно. Что еще, один какой момент. Смотрите, когда вы расплачиваетесь где-то, то вот, ну, регулярно бывает такая ситуация, что вам говорят, ну, терминала нет переносного, хотя они обязаны все давать переносной терминал, вам приносить, то есть вы никому не должны давать карточку в руки, вот о чем речь. Вот, они говорят, вот, так сказать, терминал там, я сейчас пойду и расплачусь. Вы говорите, да, я пойду с вами сейчас. И, значит, не даете карточку, вы идете лично и, значит, там либо прикладываете, либо вставляете эту карточку, соответственно, в терминал. Но не давайте никому в руки. Если, скажем, официант берет с улыбочкой и, значит, понес туда, то, смотрите, он фотографирует вот эту сторону, фотографирует вот эту сторону. И не удивляйтесь потом, если вашей карточкой попытались расплатиться где-то через интернет. Вот, то есть вот этот вот код, который на обороте, здесь три цифры, никому нельзя сообщать. Хотя сейчас есть защита, там двухфакторная идентификация, но лучше этого не делать. Вот, еще один момент, смотрите. У карточек есть, значит, вариант оплаты. Вы либо прикладываете ее, либо запихиваете практически всегда вот этим чипом, либо есть еще вот эта вот магнитная полосочка, которую, значит, регулярно можно там провести и тогда считается. Так вот, из всех этих систем, ну, самый надежный это вариант с чипом. Вставляете, чип считался, но пока еще я не слышал, чтобы чипы научились копировать. Вот, а вот эту полосочку магнитную совершенно спокойно просто берут. Вот, значит, там, ну, головка считывающая на магнитофоне провели, значит, головка считала, и вот этот фрагмент магнитофонной ленты просто приклеили к любому пластику, и, значит, проводишь, и все. Соответственно, вот она, ваша карточка. Ну, потом вот этот вот номер имбассированный тоже в свое время там, так сказать, проводили. Ну, есть разные варианты, не давайте никому в руки. Вот, первое, второе, значит, карточку с чипом. Ну, насчет технологии вот этой вот прикладывания, ну, она удобная просто, я никогда ее не отменял, хотя ее можно отменить. Теперь дальше, значит, пин-код. Смотрите, снять деньги в банкомате можно только введя пин-код. Вот, когда вы вводите пин-код или снимаете деньги в любом банкомате, пин-код, ну, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы, ну, рядом никто не стоял при этом, и чтобы, ну, если кто-то рядом стоит, то лучше подождите. Ну, вот, ну, был случай, например, когда мы приезжаем в Стокгольм, а там тетенька, значит, ну, хозяйка, она оказалась русская, как ни странно, вот, хозяйка, чего там, апартаментов. И она рассказывает, что вот только что буквально вот у нее бабушка приехала из Англии, значит, бабушка, и она пошла в банкомат снимать деньги. Там рядом стояла группа людей, трое или четверо, значит, там бабушка вставила свою английскую карточку в банкомат, значит, набрала пин-код, вот, и там ее что-то толкнули, где-то там как-то, вот, короче говоря, она ничего не сообразила, ребята, которые стояли рядом, они, значит, запомнили тот пин-код, который она вводила, и когда толкнули, карточка выползла, значит, они ее толкнули, выхватили карточку и убежали. За полчаса с карточки были сняты все деньги. И хозяйка апартаментов там пыталась ей как-то помочь, значит, там, что-то там, ну, как-то эту ситуацию разрешить, ну, потому что бабушка осталась, ну, совсем без денег. Вот такая вот простая ситуация. Значит, смотрите внимательно, особенно часто, да, кстати, ну, элементарное воровство, значит, там воруют наличку, воруют карточки, воруют документы. Чаще всего, ну, так сказать, это распространено в крупных туристических центрах, в частности, значит, ну, в Чехии и в Италии очень сильно карманники орудуют. Об этом предупреждают кругом, в общем-то сказать, и в Чехии, и в Италии. Вот, ну, приезжие, наверное, в основном. Вот, сейчас практически всюду есть, ну, вот, в Чехии, в Праге там, как бы с этим делом все весело. Ну, и в Италии тоже во многих городах прямо, значит, эти самые значки, что вы опасаетесь карманников. Вот, то есть, карманники могут залезть, и поэтому, ну, в принципе, уберечься, ну, как бы, достаточно сложно. То есть, любой может это дело прозевать. Поэтому, когда вы едете за границу, имейте, пожалуйста, не одну карточку, а, скажем, две карточки. Одна карточка хранится там, другая в кармане. Там это где-то, ну, скажем, у жены там, у детей и так далее, где-то в чемодане. Вот, отдельно, отдельно храните карточки. Это тоже очень важно, потому что, ну, если эту карточку украли, то могут снять деньги не только с этой карточки, а с этой карточки, ну, пока не снимут. Вот, и, значит, еще один момент, что, если вы, вот, воспользуетесь моим способом, смотрите, есть карточка, есть вторая карточка, есть еще немножечко налички, которые вы сняли, у вас уже, как бы, вы диверсифицировали риски. То есть, у вас есть немножечко налички, есть немножечко на этой карточке, и основные деньги на той карточке, которой вы не пользуетесь, она спрятана. Вот, и, ну, в таком случае, значит, у вас все деньги точно не слямзят. Вот, а слямзят только те, которые, ну, есть на карточке, и если они успеют расплатиться этими деньгами по тысяче. То есть, ну, я надеюсь, что пин-код вы никому не сообщите. Есть еще один вариант, смотрите. Ну, телефон. Вот, в телефонах сейчас у нас у всех есть мобильный банк, поэтому очень важно, во-первых, позаботиться о том, чтобы телефон был защищен. То есть, это либо отпечаток пальца, либо, значит, какой-то там графический экран и так далее, и так далее. То есть, телефон обязательно защитить, во-первых. Во-вторых, значит, смотрите, когда вы расплачиваетесь через где-то в интернете, или еще что-то, на телефон, куда приходит подтверждающий смс? На телефон. То есть, смотрите, если у вас украли карточку, то, в принципе, деньги там, либо снять, либо перевезти куда-то, либо заплатить за что-то, через интернет могут только, если будет подтверждающая дополнительная, то есть, двухфакторная аутентификация на телефон смс. Поэтому, значит, вот, карточку ни в коем случае не кладите в телефон. Ни в коем случае. То есть, карточка и телефон обязательно хранятся отдельно, потому что даже если телефон заблокирован, вашу карточку ввели куда-то, значит, там возникает смс-ка, приходит на телефоне, то есть, он активизируется, значит, это вам смс-ка, то такой-то код подтверждения. Все, денежки ушли. Ни в коем случае не храните деньги вместе с телефоном. Если украли телефон с карточкой, то, значит, пиши пропало. Ни один банк вам это не возместит, потому что вы не обеспечили безопасность. Это очень важно. Карточка и телефон в разных местах. Вот у меня, смотрите, есть телефон. Вот эта карточка, это что такое за карточка? Это карточка в метро. Тройка. Транспортная карточка в метро. Ничего страшного, там 200 рублей, не больше. И скидочная карточка магазина Билла. Все, больше ничего. Не храните, не храните, не храните карточки вместе с телефоном. Теперь дальше. Смотрите, есть такой банк, называется Тинькофф. Вы, наверное, слышали, да? Вот, это один из лучших банков, я вам честно скажу. Почему? Потому что, смотрите, какая интересная штука. Ну, уже некоторые другие банки тоже самое начали делать. У Тинькоффа есть возможность к одной карточке привязать сразу три счета, во-первых. Во-вторых, ну, Тинькофф, вот у меня Тинькофф. Вот, ну, он такой красивый. Сразу три счета, то есть, или там четыре, можно пять счетов, можно привязать. Но, смотрите, есть Тинькофф рублевый, Тинькофф долларовый, Тинькофф евровый. Скажем, когда за границей вы находитесь, Тинькофф фунтовый, в английских фунтах, там, по-моему, еще в чем-то есть возможность. Есть Тинькофф копилка и Тинькофф инвестиции и так далее. И все это Тинькофф. То есть, берете в интернет-банке или в мобильном приложении, говорите, что вот сейчас рублевая карточка, вот у меня сейчас рублевая карточка, Тинькофф, рублевая. И там находится сколько-то рублей. Или, например, доллары, да, так сказать, если вы, ну, там, за границей, там, евровая карточка, вы берете ее, делаете евровая карточка. То есть, вот этой карточкой, когда вы платите, то вы расплачиваетесь той карточкой, но здесь только евро. Скажем, я перевел туда 100 евро и расплачиваюсь. То есть, у меня 100 евро, а на рублевом счете, скажем, там, 500 тысяч рублей. У меня закончились 100 евро, так сказать, там, на один день. Я вечерком пришел в отель, добавил туда еще 100 евро и опять расплачиваюсь этой карточкой. Если у меня украли эту карточку, то у меня украли не больше, чем 100 евро. Вот такая ситуация. И у нас у всех в семье есть карточки Тинькофф. То есть, если у меня украли, например, вот эту карточку, то есть, там, не больше, чем 100 евро, например, да, то я просто совершенно спокойно, чем хорош Тинькофф. Тинькофф – это единственный банк, который позволяет переводить деньги с Тинькоффа на Тинькофф в валюте. То есть, я совершенно спокойно могу с Тинькоффа на Тинькофф перевести деньги на карточку жены и пользоваться карточкой жены, но здесь не больше, чем 100 евро потеряли. Очень полезная штука, запомните, пожалуйста. Значит, имейте карточку Тинькофф, причем все сразу в семье. Потому что, ну, значит, смотрите, ну, если у жены украли, то, значит, у меня есть карточка. Если у меня украли, значит, есть карточка жены, есть еще карточка дочери, сына и все эти карточки у Тинькоффа. Вот. И, значит, таким образом мы рассредоточены и все это можно выполнять через интернет. А с интернета денежки иди-ка попробуй сними, потому что для этого нужно войти в мобильный банк, по крайней мере. Если это мобильный банк на телефоне, то, в общем, сказать, сперли телефон и, значит, как говорится, ну, просто взяли и приложили ваш палец, значит, избили вас, значит, там и так далее, грабители. И, значит, приложили ваш палец, разблокировали телефон. Если они грамотные, то теоретически могут, поэтому лучше мобильный банк на телефон не ставьте, ставьте его на компьютере и все. Ну, тогда уж грабители должны, значит, компьютером вас взламывать. Ну, это уж совсем умные грабители. Как правило, грабители совсем не умные, как правило, они тупые, в общем, сказать, они, так сказать, элементарные гопники, и поэтому ничего такого, ну, не произойдет, скорее всего. Вот. Ну, вот такая масса, как бы, вариантов. Ну, а еще самый хороший вариант, значит, основные деньги, конечно, если вы надолго уезжаете, надо иметь на брокерском счете. Ага, с брокерского счета выводить через личный кабинет, опять же, через компьютер. Почему брокерский счет? Потому что с брокерского счета, даже если взломали что-то, то с брокерского счета деньги можно вывести, с российского брокера, деньги можно вывести только на банковский счет того человека, которому принадлежит брокерский счет. То есть, если грабители, значит, взломали мой компьютер, если вошли на мой брокерский счет, то с брокерского счета они могут вывести деньги кому? Только мне. Вот такая интересная подробность. Поэтому, значит, брокерский счет, значит, открытие, они, так сказать, я перевожу с брокерского счета открытие вот на эту карточку, потом захожу в банк Тиньков, пополняю карточку Тинькова с этой карточки, соответственно, и пользуюсь этой карточкой. Здесь мало денег, здесь чуть больше, а все деньги на брокерском счете, который, в общем сказать, ну, недостижим с телефона, либо для того, чтобы до него добраться, нужно, ну, в общем-то, много-много знать. Вот так обеспечивается безопасность в путешествиях за границей. Ну, я просто этим достаточно много пользовался, я этим заморочен. И я надеюсь, что, ну, я рассказал во всех подробностях, как обеспечить безопасность в путешествиях, ну, и за границей в том числе. На сегодня все, спасибо за внимание, лайк, поделитесь этим видео со своими знакомыми, которые, ну, регулярно путешествуют. Я думаю, что это очень-очень важно. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, до встречи.